Доброго времени суток, дамы и господа, и мы продолжаем прохождение City Skylines 2. У нас уже открылся первый этап, и сегодня мы будем максимально быстро двигаться к второму. Ну, наверное, не максимально быстро, но двигаться точно будем. Сейчас есть большая потребность в жилье, в жилье причем разного вида, но мы что-то подстраиваем, что-то не подстраиваем. Здесь у меня что это такое? Я только что сейчас увидел. Это у нас валун. Замечательно, хорошо, я думал, что это какой-то баг, но на самом деле нет, это не он. Я подумал, что все-таки кладбище, наверное, я хотел бы куда-то подвинуть, что-то мне не очень оно здесь нравится, надо будет придумать для него какое-то другое место. Может быть, первоначальный мой план был и не так уж и плох, сделать здесь просто дорогу, давайте, наверное, этим сейчас займемся. Нам все равно нужен опыт, так или иначе, нам нужно повышение, и мы хотим купить с вами вот эту насосную станцию. Ну, вы поняли, короче, станцию очистки, которая нам так необходима для того, чтобы не сливать всякое разное просто напрямую в воду. Ну, давайте посмотрим, как работает перемещение, если оно вообще работает. 0 из 500, переместить, да, минус фпс, само собой, это, конечно же, можно. А, и здесь у нас вот такая вот история с рельефом. Вау, это интересный раскладец, это интересный раскладец. Хорошо, если я все-таки кладбище подвину немножечко вот сюда. Я так понимаю, что мой рельеф уже будет испоганен, но здесь тоже какая-то беда с рельефом, и кладбище просто провалилось внутрь. С учетом того, что мы знаем, что у кладбища также еще есть, блин, я, во-первых, деньги на это трачу, и также есть еще улучшение. Я могу поставить его вот сюда, и мне как бы хотелось бы понять, а вот выравнивание рельефа, да, давай сглаживание рельефа. Да, здесь не работает, видите, здесь такие перепады, как бы, и, к сожалению, тут я ничего не поделаю, тут как бы есть перепады. Просто странно, что это все проваливается, это немножечко грустно, конечно. Ладно, будем думать, что по кладбищу, сейчас этот вопрос не такой важный. Я вижу, что есть потребность в промышленности, я, наверное, буду ее добавлять тогда, раз она есть. Давайте мы приделаем сюда еще какой-нибудь прямоугольничек, да, прямоугольничек это охренительно. Прямоугольничек это всегда уважаемый, потому что куда без них. Ну и, собственно, бахаем вот эту вот промышленную зону вот сюда, только можно желательно поровнее. Поровнее вроде получилось, электричество есть, что у меня вообще по электричеству? Сейчас давайте посмотрим. У меня, кстати, здесь тоже есть всякие улучшения, смотрите, да, мощность батареи, есть производство электроэнергии увеличенное, и есть солнечная панель. Прикольно. У нас 49% занято здесь, здесь у меня занято 0. То есть пока что у меня один ветряк вообще не работает, по большому счету, и можно, собственно, по этому поводу не париться. Хорошо, договорились. Я предлагаю тогда начать стройку домов, потому что дома нам сейчас нужны. Здесь мы с вами делаем около коммерции кого-нибудь типа вот этих ребят. Давайте здесь прямо их заселим. У нас численность населения поперла, у нас все поперло. Нам такое, конечно же, нравится. Но есть и потребность небольшая в коммерции. Вот я думаю, куда бы делать коммерцию? Я бы вот здесь бы ее делал. Давайте, странно, что-то взяло, вырубило вот здесь. Давайте здесь сделаем коммерцию. И здесь, может быть, сделать тоже тогда как раз вот такие вот АЗС попробовать. Я не знаю, насколько у меня получится. Давайте протестируем вот с этой стороны, да. И, например, вот с этой стороны мы сделаем вот такими вот кубиками, прямоугольниками в данном случае, для того, чтобы это все-таки превратилось в то, что нам надо. Я не знаю, здесь деревья посадить. Не знаю, можно переулок в целом, непонятно только зачем в данной ситуации. Да, вот если я вот так вот приделываю переулок. Ну, вот он есть и окей. Давай еще вот сюда переулок тогда приделаем с тобой. А здесь, подожди, я что сделать должен? Я должен сделать вот так по этой логике, да. Ну, типа по красоте, наверное, да, плюс-минус. Не знаю, насколько это по красоте. Пускай будет вот так. Немножечко кривовато, но а что бы все ровно-то делать? Я думаю, что можем себе позволить. Так, с коммерцией вроде разобрались. Коммерция что-то решила не строиться, да. А, она вот здесь достраивается. Потому что вопросов не имею больше по этому поводу. У нас тут достроились какие-то домики. Ну, вот так они выглядят. То есть, вот как раз наглядно разница между домами одного вида и домами другого вида. Давайте посмотрим. Здесь живет два человека, чтобы вы понимали. Но понятно, что уровень дома будет расти. И мы обязательно чекнем, как это все будет по поводу количества жителей. То есть, 179 всего лишь человек. Не знаю, как-то маловато, согласитесь. Это все выглядит как будто строишь-строишь что-то, да. А людей как-то не прибавляется. Блин, ну вот вы серьезно. Почему это так работает? Вот я не очень доволен вот этой вот фигней. Мало ли я вот хочу добавлять, да. Ну, ладно, я перерисую. Тут ребятки катаются вроде по переулкам ездят. Да, наверное, вот этот переулок это была большая ошибка с моей стороны. Но здесь нет такого трафика, поэтому все-таки нельзя сказать, что это прямо ошибка. Давайте вот здесь поправим, что у нас здесь происходит. А, вы теперь сюда вообще не хотите селиться? Интересный, кстати, раскладик получился. Ну и что я могу здесь сделать? Я даже не знаю. А почему так? То есть, вы хотите сказать, что проблема вот в этом переулке. Я правильно мыслю? Но на самом деле то, что я его убрал, ничего сильно не изменил. Ну и хрен с вами тогда. Выселяем первых людей. И мне даже какие-то достижения в стиме за это дают. Я не очень прямо этим горжусь. Но так получилось, к сожалению. Если я сделаю вот так, то мне это не нравится. Потому что мне не нравится вот это соединение. Давайте я лучше сделаю вот таким вот образом. И мы переулочек куда-нибудь подведем. Блин, я вообще планировал его делать здесь. Ну ладно, что, такое бывает. В планах бывают перемены. Там есть как бы у нас тротуары. Я не знаю вообще, на велосипедах катаются они или нет. Надеюсь, что все-таки катаются. И делать ли мне сюда какой-то подъезд? Да, наверное, нет. Здесь типа жилая зона. Да и пойдет. Мне кажется, план отличный. Так, здесь зоны прорисованы. Нам нужно еще низкую плотность нарисовать. Давайте нарисуем сюда. Давайте нарисуем сюда. Конечно же, вот здесь тоже можно приделать. Ну и давайте, например, вот тут. Хватает ли нам или надо еще? Ну, потребность, она как бы постоянно есть. Поэтому давайте мы не будем стесняться. Прямо дадим им возможность здесь строиться. В этих переулках. Так как плотность маленькая. Соответственно, здесь трафика никакого не будет. Че у меня здесь какой-то корявый дом, дружище? Ну-ка выезжай-ка отсюда нахрен. Я понял, что ты расстроен. Ну вот, новый появился. То есть так можно делать, да? Если я тебя уберу, то здесь появится что? Покажите мне. Появится ли что-нибудь? Или здесь надо дорисовывать? Ну, здесь вообще все дорисовано. Я думаю, что может появиться. В любом случае, рано или поздно это произойти должно. Здесь у меня недорисованная клеточка. Давайте дорисуем. И я думаю, что еще один домик мы здесь с вами увидим. А я, кстати, сейчас, по-моему, другой стиль выбрал. Ну и ничего страшного. Будут разные стили. Я не думаю, что кто-то от этого пострадает. Но вот такие домики. У них сзади еще есть какой-то двор с шезлонгами. То есть здесь стиль другой. Здесь у них прям плотненько получается. Сзади есть скамеечка. Скамеечка. Два человека здесь. Здесь, например, тоже два человека. Ну, как бы надо всякие разные улучшения для того, чтобы мы могли вырастить здесь больше людей в каждом доме. Ждем увеличения количества населения. Наверное, на вторую скорость воткну для того, чтобы все-таки это пошустрее происходило. И в целом можно было бы дальше вот это размещать. Но я, видите, тут как бы хочу еще в дальнейшем парковки сделать. Вот это вот все. И на это тоже понадобится место. Мы ждем заводики, когда подстроятся. Мы ждем, когда домики построятся, которые мы заказали. И потом будем уже ехать дальше. Еще какое-то количество опыта завезли. Дайте-ка я посмотрю. А у меня деревьев нету. Блин, ну серьезно, деревья строить на четвертом этапе? Ну вы что, угораете что ли надо мной? Ну ладно, пусть будет так. Я как бы не особо претендую прямо сейчас упарываться в деревья. С этими зонами мы тоже что-нибудь сделаем. Я думаю, что мы их заполним. Я не думаю, что я хочу придумывать здесь что-то такое. Вот здесь, видите, я не хочу заполнять. Потому что я переживаю, что могут какие-то проблемы быть в плане вот с этой дорогой. Поэтому здесь надо будет подумать. Может быть, какую-то развязочку замутить. Что-нибудь такое придумать. Куда-нибудь вывести там туннельчик. Куда-нибудь вывести какую-нибудь эстакаду. Ну в общем, все как я люблю. Вот эти вот корявые повороты и так далее. Но, кстати, я думаю, что в этой игре все-таки повороты будут менее корявыми. Ну я, по крайней мере, на это надеюсь. Минус 3000 мы сейчас получаем. Минус 3000. И звучит это все очень плохо, если честно. Как будто мне надо еще сейчас заселять людей. Ибо без этого мы не вывозим. Ну, походу, пока что парковки здесь отменяются. Вообще, надо ехать уже в другую сторону, получается. Но я сейчас буду заселять. Давайте мы вот этих будем, вот эти домики сюда приделывать. Давайте здесь сделаем вот так. Нормально вроде выглядит. Они вот будут строиться на трех клетках, вот такие дома. Но писали бы они, что там минимум вот столько, да, например. Было бы прикольно, было бы, по крайней мере, понятно. Сюда точно нет. Еще немножечко очков завозят нам. Давайте мы вот здесь сделаем. Три на три у нас получилось. Ну вот три на три вот сюда. Давайте домиков сюда завозим. Блин, нет, сюда не завозим. Подумаю я пока что. Посмотрим мы сейчас, как вот получится у нас с тем, что есть. Еще коммерция должна где-то появиться. О, кстати, кто-то получил уровень, да. Персонал, смотрите, второй уровень есть домик. А что-нибудь еще есть? Жилых нету пока что, да, я так понимаю. Ну да, жилых нету. Ну хотя, как, можно сказать, что есть или нельзя? Ну, наверное, нельзя, да, потому что вот этот прям два из пяти. А здесь пока что один из пяти. Давайте проведем эксперимент. Вот здесь у меня закрашена жилая зона, да. Вот я сношу вот этот дом. Что он сделает после этого? Он построится по-другому? Да. Он построится по-другому. Давайте побреем вот эти вот домики. Здесь у меня есть зона. Вообще должна была быть. Да, я ее, по крайней мере, выделил. Так, и я вот этот домик тоже уберу. И я сделаю просто другой. Но тут я ничего не предложу. Здесь у нас немножечко кривовато получилось. Поэтому как-то вот так. И здесь тоже домики, кстати, видите, строятся. Я даже слишком много сделал. Пропустил немножечко территории, но ничего страшного. Так, ребятки, давайте быстренько плодимся и размножаемся. Потому что нам надо срочно получить приколюху в виде очков, которые мы будем использовать. Ну и, в принципе, перейти на следующий уровень развития. Это будет вообще не ошибка. Сколько осталось-то? Да фигню осталось. Надо просто вот эти дома достроить. Я уверен, что будет нам счастье. Что-то с заводов надо, коммерции надо. Что вы там с ума, что ли, посходили? Куда вы топите-то? Я только начал, блин. Вы мне уже говорите, что вам тут все надо. Так, мы помним, что здесь какое-то улучшение должно будет нарисоваться. Хотим ли мы сделать вот сюда еще подход один? Или все-таки не хотим? Делать ли в эту сторону к воде? Не понимаю. Не понимаю. Мне что-нибудь новенькое разблокировали, кстати. Я пока природные ресурсы не могу смотреть, да? Ну вот как будто я бы здесь сделал бы еще клеточку. Давайте ее, наверное, организуем. Мы сюда сделаем тогда дорогу. Ну да, конечно же, надо промазать. Ну ладно, я говорю, это имба. Можно на деньги кучу дорог настроить и получить улучшение, да? То есть. Но мы, конечно, не будем таким заниматься. Ну вот здесь, говорит, 90 градусов. А что так криво получается? Погоди. Потому что типа я не оттуда начал. Давай-ка вот это мы вообще отсюда снесем. И мы вот это сделаем. Блин, ну дружище, не приклеивайся туда, куда тебя не просят. 89. Ну ладно, давай 89. Но сейчас же все пойдет криво-косо. Правильно я мыслю? Ну да, здесь, видите, такой вот выступ получился. Ну и хрен-то с ним. Пускай будет. Ничего страшного. Главное, вы никому не говорите. На эти сточные воды мы уже давно забили. Потому что не сточные, а грунтовые воды мы давно на них забили. Вот смотрите, зачем мне вот здесь вот этот круг? Чтобы что? Тут одна фура, если начнет разворачиваться, то, соответственно, мы получим с вами проблем. Что у меня здесь происходит? Я подумал, что это авария, но нет. Это не авария, это все нормально, это просто светофор. Пока что светофоры у нас нет возможности убирать. И мы с вами переходим на новый этап развития. Это отлично. Давайте посмотрим панель прогресса, потому что она нам однозначно нужна. Станция очистки воды подъезжает у нас. Мы ее смело покупаем. И, не поверите, едем очищать воду. Где мы будем это делать? Я подумываю делать это где-то здесь. Здесь я сделаю сейчас... А я, наверное, сделаю вот такую дорогу все-таки. Давай, дружище, ты сможешь. Отлично. Хотя надо понять, какого она размера, если честно, я без понятия. О, вот такого. Она сюда влезает. Отлично. Все, станция очистки воды появилась. То есть, соответственно, вот эту вот историю можно смело удалять. Нам она больше не нужна. Но здесь есть труба. Да, по-моему, здесь была такая кнопочка, которая нас под землю отправляет. И мы, соответственно, лишние трубы можем удалить. Трубы можно делать. То есть, если вы хотите, то можно этим заниматься, но смысла я не вижу. Потому что теперь у нас есть замечательный инструмент в виде обычной дороги. И, кстати, я здесь поставил, но не посмотрел. Да, смотрите, есть улучшение. Оно вот такое вот. Оно как бы сюда влезает. Я посмотрю, конечно, как дальше будут развиваться события. Но мы будем это держать в голове. Ты что, друг, куда ты собрался-то? Здание находится в некорректной зоне. С чего вдруг-то ты в некорректной зоне? А, тут что-то поменялось, что ли? Я вроде ничего не менял. А что? Вот так нормально. Но это какой-то баг. Такого явно быть не должно. Добавил здесь, поменялось там. Хрен его знает. Но ладно. Давайте думать, что у нас дальше. Дальше у нас по ходу образования. Время школы. У нас есть средняя, есть начальная школа. Если мы зайдем вот сюда, то мы можем увидеть, что здесь есть еще колледж, здесь есть технический университет, университет, радиотелескоп, центр геологических исследований, большой андроидный коллайдер, соответственно. Тут нас что-то интересует. Центр утилизации, ну, звучит, как, наверное, нужная вещь в ближайшем будущем. Здесь что? Это у нас всякие пожарные. Вот это вот вся история. Но, наверное, пока что нас все-таки школа интересует. Я вот подумываю, а почему бы нам не переехать вот сюда в целом и начать здесь какую-то стройку? Давайте, наверное, так и поступим. Будем играть пока на средней скорости, дабы не торопиться. Я сейчас поеду и сделаю здесь какую-то тоже около набережной дорогу. Насколько это реально сделать, я не знаю. Ну, давай, например, вот так. Блин, немножко кривовато, мне немножечко все-таки не нравится. Так, верни нас, пожалуйста, на землю. Верни нас на землю, мы хотим срочно удалять. Надо чекнуть размеры школы для начала, потому что все замечательно. Но вот такая вот школа начальная, дотягивается вроде, да. Я бы хотел ее здесь сделать, но я пока не вижу какой-то истории, что я здесь хочу, если честно. А я что-то разблокировал себе? Блин, а я до сих пор не разблокировал вот это. Это очень обидно, если честно. Я не понимаю, почему так несправедливо показали бы, дали бы посмотреть. Ну, что такого-то, просто посмотреть хотя бы, да. Я же не буду ничего добывать, обещаю. Просто гляну, как бы, мало ли я сейчас школу построю, а мне там камень надо будет добывать. Но, с другой стороны, я могу просто добывать камень. Блин, плохо, что сюда не могу построить. Надо ли мне это? Надо вообще понять, куда я эту школу приделываю. Потому что я, если честно, до сих пор не в курсе. Но как будто, как будто я хочу сделать, знаете что? Я хочу сделать дорогу. Я хочу сделать дорогу 90 градусов, желательно как-то, да. Ну, вот типа того. Ну, вот здесь дорогу. И давайте ее просто примерим, посмотрим, что это будет вообще такое. Ну, вот такая вот школа. И дотягивается оно мое почтение. Ну, плюс там еще всякий общественный транспорт. Я так понимаю, здесь тоже есть улучшение какое-то. Но нам образование в любом случае надо. Поэтому я предлагаю начать. Все очень счастливы. Я тоже очень счастлив. Вот такое здание школы, кстати, прикольное. И давайте посмотрим, что здесь есть. Дополнительное крыло. Это вот таких два крыла. Увеличивает вместимость. Само собой, мест для учащихся будет 500. Детская площадка. Угу. Хорошо. И это что у нас? Это у нас школьный медпункт. Вот такого он нахрен размера, который, конечно же, никуда не помещается. Но, с другой стороны, вот здесь он бы чувствовал бы себя нормально. Слушайте, я не знаю, оставлять ли здесь школу. В любом случае она требуется. И я бы пока ее, наверное, оставил. Перенести опять же сможем. Можем что-то купить. Вот у нас куча кусочков. Опять визуальных артефактов очень много. Но я пока не вижу смысла что-либо покупать. Надо разобраться хотя бы с этим. Для начала я добавлю коммерции. Кстати, хочу посмотреть, как у меня здесь по поводу АЗС. Нет, не нарисовалось ничего? Блин, обманули что ли меня, получается? А я-то им поверил. Ну, давайте здесь попробуем нарисовать. Я не знаю, вот как-то так сделать. Ну, хрен с вами. Держите, получайте. Делайте АЗС. Я знаю, что это надо. Точно, да? И здесь... Вот ты кто, например? Ты у нас проезд Черри. Это хорошо. Компания Мебель, да? Ты у нас Мебель. Ты у нас Автомобили. Ну, вот как-то так. То есть, они как хотят. Ну, что ты опять начинаешь, дружище? Мы же с тобой вроде договорились, нет? Или мне показалось? Я тебе вроде здесь ничего не удалял. Ты сам себе здесь что-то удалил. Ну, твои проблемы, в общем. Хочешь выпиливаться? Выпиливайся. У нас, кстати, есть еще одно дополнительное очко. Я предлагаю что-нибудь купить. Блин, хочется парковки, если честно. Но что я могу за одну единицу-то взять? Аварийная аккумуляторная подстанция? Не хочу. Колледж? Нет, не хочу. Ну, в общем, будем копить. Вообще, парковки звучит как хороший план. Я думаю, что надо двигаться в их сторону. Я подумываю вот здесь сделать дорогу, на самом деле, да? Пустить ее в ту сторону. Это вот с этой стороны я имею в виду. И здесь, наверное, попробовать какую-то провести параллельную. Ну, какую-то непараллельную. Ну, вы поняли, вдоль берега. Я не знаю. У меня пока нет идеи, если честно, вообще. Но мне не нравится там школа. Я как бы хочу ее в другое место организовать. Мне кажется, с этой стороны все-таки было бы получше. Плюс еще есть у нас средняя школа. Чтобы вы понимали, вот такого нахрена она размера. Посмотрите на эту школу. Я не представляю, куда я должен это все присандалить. Но я обязательно придумаю. Давайте вот здесь зацепимся. Смотрите, вот у нас есть вот такая вот привязка. Да, мы возьмем какой-то градус, так сказать. Да, и поедем вот сюда. То есть, теперь мы что можем? Во-первых, здесь перепады высоты. Это мне не очень нравится. Здесь мы дорогу соединяем. Ну-ка, дай-ка я посмотрю. У меня же получается так. Так, ага, здесь теперь не получается. А если вот так, здесь тоже не получается. Интересно, интересно. Что-то, возможно, я не понимаю. Но мне казалось, что я вот здесь прицепился. То есть, вот это в идеале должно быть вот так. 90 градусов, да? Наверное, я бы не хотел бы такую дорогу. Давайте мы пока что вот так вот ее апгрейдим, так сказать. Да, она будет у нас вот такой обычной. Здесь нет смысла в широкой, потому что это будет внутренняя дорога, которая нам такая не нужна. Че ты прицепился сюда, отцепись. И мы сюда поведем тогда вот дорожку. Посмотрим, к чему это нас приведет. Ну, блин, здесь какие-то дикие перепады высоты, да? То есть, здесь есть какая-то проблема с рельефом. Я не знаю, как ее пока решать. Решать я ее пока не планирую. Я планирую решить проблему школы. И кладбище этого гребаного, которое мне тоже здесь не нравится. Зачем было делать такое гигантское кладбище? Вот, кстати, может быть, как-то местами махнуть? Может быть, кладбище все-таки должно быть здесь? Короче, погнали, что-нибудь нарисуем. Я думаю, что надо не тупить, надо строить. Так, привязки я все обратно подключил. Ты здесь не цепляйся, не беси меня, потому что не надо. Потому что не надо этого делать. Значит, я сделаю здесь вот такую вот историю. Здесь у нас въезда не будет. Давайте здесь сделаем вот так. Сюда мы сейчас приделаем с вами, вернем школу. Сколько я там отступил? Три клетки, да? То есть, вот так, по этой логике. Ну, давай, подцепляйся что-то. Я знаю, что ты можешь. И вот сюда. То есть, где-то здесь мы могли бы с вами сделать следующее. Давайте вот эту дорогу соединим. 90 градусов подходит. И посмотрим, влезает ли сюда. Ну, походу, не влезает. Походу, не влезает, да? Ну, когда я посмотрю, я знаю, что я лишние бабки трачу. Уж извиняйте, пожалуйста. Я стараюсь максимально. Вот здесь я хочу школу. Все, все еще раз рады, я надеюсь. Да, но вот тут мне не хватает тогда под медпункт. Но, с другой стороны, медпункт может находиться вот здесь. Хотя, это не очень прикольно. Но вот плохо, что я не могу покрутить здание. Просто не уверен я вот насчет вот этого. Мне очень хочется сделать вот так, наверное, да? Тогда соединиться. И таким образом я смогу сюда приделать медпункт. Слушайте, мы очень быстро качаемся. Вообще, прям нереально. Плюс у меня детская площадка еще. Вот в чем проблема. Ну, ладно, мы это обыграем. Я не думаю, что это прям какая-то сложность. Думаю, что с этим мы уже как-то разберемся. Куча потребностей всяких. Надо их удовлетворить. Значит, здесь у нас такие домики. Домики такие же тогда строим. Что мы еще хотим здесь? Здесь мы договорились, что ничего не хотим. Этот все съехать никак не может. Дружище, уже давай проваливай. Думаю переиграть вот эту вот тогда штукенцию. Потому что мне что-то не понравилась моя идея. В целом, я бы мог, наверное, сделать здесь прямой угол. Чтобы не тупить. Да, там какой-нибудь типа вот такой. Да, и блин, я не знаю, как обыграть вот эту вот штуку. Честно вам скажу. Ну, вот вообще не знаю. Можно просто попробовать вот отсюда. У меня со строительством дорог все время какая-то беда. Да, ну вот, например, вот так. Здесь мы возьмем вот эту вот штучку. Она зацепится. И мы говорим, что давай мы хотим вот так вот. Ну, и что изменилось? Собственно, не особо что и изменилось. Но, с другой стороны, кладбище может быть здесь. И, может быть, это неплохая идея. Так, давай посмотрим, что у нас здесь. Здесь 0 мегаватт. Здесь все еще 83. Ну, то есть по электричеству пока что все отлично. Я думаю, что можно не париться. Здесь, судя по всему, у нас будет похожая история. Где-то здесь разместим тоже, наверное, может образование. Либо посмотрим, что еще появится. Но образование это очень важная штука. И мы ее хотим. Решено. Приделываю дорогу. Вот здесь. Да, наверное. Надо понять, что у меня здесь куда пойдет. Хочу ли я вот этот мост вообще в конце концов. Или, может быть, я мост хочу вот здесь. Как вам такая идея? А вообще мне нравится такая идея. Ну-ка, допустим, я его вот здесь подцепляю. Блин, ну здесь как-то не очень поворотец вышел у меня. Ну и ладно. Такое тоже бывает. Так, ну и допустим, вот мы сюда подъезжаем. Вот здесь вот делаем вот так вот. И вот у нас соединилось что-то с чем-то, да? И здесь уже можно будет обыграть. Договорились. Что я могу сделать? Давай пока вот от этого откажемся. Я вообще не уверен. Знаю, что бабки трачу. Деньги-то есть вообще? Минус 4 600. Вы что, прикалываетесь? Я сейчас так проиграю. Ну там можно займы брать, конечно. Но мне не хотелось бы проиграть. Я хотел бы здесь организовать тогда кладбище на отдалении, да? Хочу ли я его сделать вот так? Ну я не знаю. Хочу, наверное. Давайте мы его вот так поставим. Я просто кучу денег на перенос зданий трачу. Я себе не очень-то могу это сейчас позволить. Но просто вот с этим вот проваливающимся рельефом это точно не вариант. Дайте-ка я свалку сразу расширю. Потому что я могу себе сейчас это, наверное, позволить. Как это делается? Еще бы знать. То есть надо удерживать, да? Да, надо удерживать. Так, дружище, не остаешься здесь. Здесь что-то какая-то беда. Ну давай не беси. Вот давай оставайся здесь. Так, ты идешь сюда. Например, вот вдоль железной дороги. Прям едете и на свалку смотрите. Так, и здесь мы можем зацепиться. Например, вот сюда фигануть. На всякий случай, да? Я просто себе как бы размечаю свалку дальнейшую. Потому что я прекрасно понимаю, что увеличивать мне ее точно надо будет. И вот мне кажется, что вот это отличный вариант для того, чтобы пока что остановиться. Ну а мне, как вы понимаете, требуется еще промышленности. Я буду сейчас ее добавлять. Добавлять и еще раз добавлять. Мне неудобно размещать постройки с помощью вот этого инструмента, да? Который полукругами вот этими от дороги идет. Помните, как раньше было? Просто видно полосочки. И это было идеально, на мой взгляд. Короче, ребята, требуют зданий. Я погнал. В общем, давайте еще побалуемся какими-нибудь, наверное, переулками. Да, переулками побалуемся. Это мне нравится, что-то переулки, не знаю, прямо я заценил. Может быть, это только я такой один. Да что ты, блин, слушай, иди нахрен отсюда тогда. Если тебе такое не нравится, блин, селись потом где-нибудь в другом месте. А я могу вот так вот сделать, да? И они поселятся. Ты что там, говоришь? Нет пешеходного пути. Вы что, прикалываетесь, что ли, надо мной? Ну-ка, иди-ка нахрен. А вот теперь он у тебя есть. Ну, вот как-то так пока работает. Ничего страшного бывает. Так, погнали. У нас здесь будут, наверное, коммерческие здания все-таки. Или здесь оставить? Давай вот так коммерцию нарисуем. Давай нарисуем здесь коммерцию. Может быть, здесь какую-то коммерцию тоже я бы приделал. Для жилых зданий будем придумывать другое место. Мне здесь не очень нравится. Поэтому я бы хотел, наверное, посмотреть вариант переезда на этот полуостров. И на нем тоже чего-нибудь приделывать. Но еще и здесь есть какая-то зона, да? Надо подумать хорошенько. Блин, ну у нас вообще открылась вот такая вот история. Что это такое? Это жилая зона средней плотности застройки Северной Америки. Ну и есть, соответственно, характерные для Европы. Я не знаю. Давайте с Европы, может быть, начнем. И вообще начинать ли мне сейчас это делать? Или начинать это делать попозже? Я предлагаю начинать сейчас. Не хочу ждать ничего. Хочу строить. Прямо вот не могу. Но мне надо бы уровень поднять один. Блин, здесь я немножечко промазал, да? По размерам получается. Ну так, вроде более-менее. Я ровно же построил, да? Да вроде ровно. Раньше делали тротуары, теперь делаем переулки. Ну блин, ну реально, ну что, вы не могли тротуар что-ли сделать? Ребята, вы что, угараете что-ли? Ну это какая-то шутка. Слушайте, а здесь мне кажется, это как будто криво, да? Вам нет такого ощущения, что все-таки оно не легло? Я позволю себе проверить. Я кучу денег трачу на это. Я прекрасно понимаю, осознаю. Но ничем помочь не могу в данной ситуации. Я хочу проверять. Хочу проверять срочно. Ну-ка давай смотреть, дружище. 90 градусов. То есть вот сейчас точно нормально. Я в этом убедился. Давайте мы вот здесь проведем тротуарчик. Тротуарчик в скобочках переулок. И вот вроде он провел. Сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть семь свободных. Вот сюда мы приделываем. И вот вроде как-то ложится получше, да? Согласитесь? Ну вот здесь все равно пошел какой-то угол вроде. Вроде там тоже был 90. Ну ладно, дайте побалуюсь немножко переулками. Что в принципе-то? Никому же не жалко, я думаю. И сюда мы как раз попробуем с вами одну зону вот такую приделать. Сейчас вообще заценить, как это выглядит. Потому что мы без понятия. Наверное здесь я бы сделал бы тогда... Блин, а я вот не помню, какие мне больше понравились. Ну давайте здесь сделаем вот такую вот штучку. А это у нас та самая артерия, да? Давайте тогда вот так. Пока что посмотрим по поводу другой стороны. Я не уверен. У нас тут начался какой-то дождь. Сейчас скорее всего дождь и ветер унесет FPS из этой игры. Но я надеюсь, что все-таки этого не произойдет. Строим новый тип зданий. Смотрим. Ну хочется что-то еще, да? Разблокировать. Мне нравится идея с парковочками. Поэтому парковочки мы будем обязательно делать, чтобы они парковали машины свои там. И не парковали их вот таким вот образом, как, например, вот здесь. Да, понимаете о чем я? То есть мы куда-то приделаем парковочку там вот сюда. Посмотрим, если по размеру что-то подойдет. Ну и они будут, соответственно, туда свои тачки ставить. Надо двигаться либо сюда, либо все-таки в этом направлении. Да, может быть, я хочу здесь придумать. Потому что я, судя по всему, хочу двигаться в этом направлении. Вот такой вот переулок. Блин, что-то мне прям зашли эти переулки. Я не знаю, может быть, это только мне. Но мне нравится, по крайней мере. Я, наверное, сделаю здесь без каких-то либо поворотов. Да. Вот сюда я хочу вот так вот подцепиться. И сделать здесь вот такую вот узкую дорогу. Для того, чтобы уже здесь что-то разрисовать. Возможно, здесь просто мы сделаем, знаете как? Мы сделаем просто тупички. Ну, а почему бы и нет? Да, можно даже какие-то поворотики сделать вот такие. Но, видите, тут как-то фигово получается. То есть хочется, чтобы чуть больше зона получалась. Но зона больше не получается. Давайте тогда пробовать по-другому. Не знаю, такое ощущение, что вообще эти переулки это какая-то ошибка, если честно. Ну-ка, давай-ка посмотрим, как вот так будет это выглядеть. Слушайте, да вроде и нормально, вроде и хорошо. Ну, здесь я строить ничего и не планировал. Ну, просто там тротуаров нет на переулках. А все-таки людям-то тоже надо как-то ходить, сами понимаете. И пускай бродят, ходят, да. Если я вот сюда приделаю, что получается? Получается вот что-то такое. Здесь я соединяться, наверное, не хочу. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет. Давайте мы попробуем взять вот такой вот инструментик. И вот сюда вот так вот подцепиться. Да, вроде и нормально, вроде можно и оставить. Стройка у нас тут продолжается. Домики растут. Я жду, не дождусь, когда мне дадут еще одно очко для того, чтобы купить парковку. Слушайте, с этим дождем какое-то размытие, что ли, я... Какое-то мыло, короче, появилось. Я не понимаю, что это такое. Я точно понимаю, что нам надо... Нам надо добавлять вот сюда еще вот эту штучку. И у нас то первый домик вот такой вот плотности. Вот так вот он выглядит. Он первого уровня. 24 человека. А это что такое? Семья, посмотреть. Высокий доход. Ну, надо ли мне это кликать на каждую семью? Наверное, все-таки я не хочу этим заниматься, я не вижу в этом никакого смысла. Я понимаю, что теперь у нас крутой ИИ и всякое такое, но... Это все-таки не то, что нам надо. Так, идем пока что строго вниз. Я не знаю, сколько мы еще протянем. Я надеюсь, что протянем. Надо вообще все. Надо вообще все, но я не имею, да, коммерции никакой другой. Это открывается на девятом уровне только. Только на девятом уровне. И что мы, получается, знаем? Мы знаем, что у этой штуки должна появиться, например, вот эта вот история. И, допустим, она появляется вот здесь. И мы сразу с вами перескакиваем на новый этап развития на девятый 800 тысяч. Три очка, пять новых территорий. Замечательно. Мы строим вот эту штучку. Наверное, численность, вместимость школы я делать не хочу. Зачем? А может быть, вот это мы сюда приделаем? Смотрите, как вам такая идея. И это будет у нас выглядеть вот так. Ну, выглядит вроде как-то нормально, не знаю, конечно. Могло бы быть вроде бы как бы и лучше. Или все-таки я хочу перенести? А, я могу еще добавлять. Офигеть. Но в этом я не вижу никакого смысла. Я вот вижу... Здесь точно будет переулок. Уж не это. Не обессудьте. Потому что... Слушайте, а если там я парковку сделаю? Кстати, погодите-ка, парковки. Я хочу парковку. Так, игра, давай поменьше уровень скорости. А то мы сейчас улетим в минус. Но у нас есть полтора миллиона, но все же. Разблокируем вот этот вот уровень парковок. И поедем, соответственно, смотреть. У нас также появилась зона промышленной... Че? Че-че-че-че? С промышленной специализацией. Ого. Но это не сегодня, ребятки. Это не сегодня. Сегодня я, как вы уже, наверное, догадались, рисую переулки. Если я сюда добавляю переулок, да? Могу ли я где-то здесь бахнуть парковку? Но, с другой стороны, а как они с этой парковки будут уходить, если там нету пешеходной зоны? Парковочки есть всякие разные. Парковочка сюда, кстати, встает друг на друга. Нет, объекты перекрывают. А вот здесь не перекрывают. Угу. Но нам точно нужны парковки. Особенно в густонаселенных районах. Да, выходит, что так. Не знаю. Я не знаю, как правильно это делать. Я просто буду пробовать и смотреть, что получается. Так как здесь я планирую брать более серьезную зону. Вот где кончаются границы этой парковки? Я вообще без понятия. Я могу им сюда приделать... Ну, серьезно. А если я отключу привязки? Могу ли я сюда ее поместить? Нет, я ее не могу сюда поместить ни в одном из случаев. Что на самом деле грустно. Окей, давайте тестировать маленькую. Вот здесь у меня будет маленькая парковка. Все этому счастливые, неимоверно. Дождь, пожалуйста, иди нахрен. И вот здесь нам подсказывают, что как бы здесь тоже было бы неплохо парковку организовать. Я с вами согласен. Давайте вам где-нибудь организуем, наверное, за счет домов. Вот эти домики у нас выезжают. Кто-то расстроился, кто-то будет доволен. Теперь мы сюда будем парковать тачку. И что я могу посмотреть вообще с парковками? Ну, вот их зона покрытия, да, так сказать. То есть где-то еще здесь желательно одну парковку воткнуть. Блин, ну здесь мы сносим так много. Так не хотелось бы. А что, парковки поменьше-то не завозили? Это очень плохо, что не завозили. Я бы был бы очень рад, если бы такая была бы возможность. Я вот не понимаю, куда мне ее приделать. Сюда точно, наверное, нет, да? Может быть вот здесь. Ну, блин, если бы он задние дома не сносил. Ну, делаем по центру. Это самое адекватное. То есть все, кто вокруг находится, у нас будут парковаться здесь. Хочу вот тут низкую плотность, наверное, да? Почему бы нет? Так, это у нас что стоит? Европейский. Пускай будет европейский. Да, вот здесь у нас будет низкая плотность. Здесь. Тут тоже. Да и здесь, наверное, везде. Почему бы нет-то? Ну, я просто вижу потребность, решаю вопрос. Тут все достаточно просто. Мы хотим еще построить что-то, не только языками трепаться. Слушайте, вот здесь уже дом начал строиться, но вот здесь все-таки отказать. Давайте, наверное, сделаем вот так. У нас еще полиция разблокировалась. У нас разблокировалась пожарная. Всем этим надо заниматься. Ребята, я пока что сильно занят, поэтому давайте мы, наверное, это отложим на потом. Мы обязательно это сделаем. Значит, трехполосная дорога. Появись. Мы тебя сюда приделываем. А вот мы тебя сюда, наверное, не должны приделывать-то по-хорошему. Потому что иначе мы захлебнемся. Да, есть такая вероятность. А может быть и не захлебнемся. Может быть и не захлебнемся. Да, если я вот сюда все-таки попробую. Да, блин, да что ж ты все время вот это-то выбираешь. Давайте вот сюда бахаем. И получается, что мы сюда попробуем еще одну школу. Средняя школа тоже нужна. Ни хрена себе размер. Это с учетом того, что здесь, как бы в этой средней школе, есть еще улучшение. Но я рискну. Я рискну, да, наверное, поставить ее вот здесь. Блин, а я не знаю. Нет, я не хочу рисковать таким образом. Я таким образом рисковать не хочу. Я бы, наверное, попробовал бы вот эту дорогу продлить. Да, но я не знаю, насколько это вот настолько. И тогда мы школу среднюю поставим вот сюда. Что там тебе мешает? Там какая-то фигня, да, что ли, надо удалить. Снести объект. Да, конечно, мне это не нужно. Мне нужна школа средняя. Школа у нас появляется. Все, опять же, счастливы. Выглядит она вот таким вот образом. Моделька прикольная. Вроде тут есть даже какое-то благоустройство. Давайте смотреть на улучшение. Это у нас дополнительное крыло. Оно делается вот сюда. Это у нас школьная библиотека. Она делается вот сюда. И это у нас нихрена себе стадиончик. А, я понял. Ну, ребятки, блин. Я считаю, что вот это, конечно, бредятина несусветная. Не дают мне стадион построить напротив школы. Мне надо его строить вот сюда. Но, соответственно, вы понимаете, что здесь его быть не может. Поэтому в дальнейшем, когда мы выйдем в плюс и будем уверены в своих бабках, мы будем, конечно, это двигать. Ну, смотрите, вроде паркуются. Ты на парковку едешь, дружище? Во, нормально, заезжай, давай. Давай, прикольная у тебя тачка. Ты кто у нас вообще? Чем дышишь, так сказать? Ну, ладно. Я думаю, что ты сейчас куда-то пойдешь. Но можно жамкнуть, посмотреть. Черно-рабочий работает. В общем, ну, вот как-то так у него. Высокий доход. Ну, черно-рабочий высоким доходом. Думаю, что это вполне себе уважаемо. Плохо, что парков нету. Я бы с удовольствием сейчас бы приделал еще какие-то парки. Думаю, что я точно хочу заселять еще людей вот сюда. Давай около парковки. Блин, вот видите, как странно работает. Видите, что? Вроде прямо делал. Вроде все должно быть нормально. Работает все равно достаточно странно. Ну, ладно, окей. Что тут уж поделаешь. Придется селить так, как есть. Давайте сделаем вот так. Оставляя место под какую-то парковку. Наверное, на переулке все-таки людей я поселю. И вот сюда я людей поселю. И я, наверное, бы... Я, наверное, бы... Блин, да я бы соединился бы. Пофиг уже. Пофиг. Давай соединяться вот сюда. И давай, наверное, мы тогда приделываем парковочку. Вот прямо вот в это вот место. Все опять же счастливы. И здесь требуется катафалк. Слушайте, ну катафалк у нас есть. Ты что меня бесишь опять? Ты опять хочешь умереть? Давай вали. Дружный рядок одинаковых домов. Я как бы не против. Я понимаю все. Но хотелось бы чего-то еще. И знаете, я что-то не понял. А где? Где? То, что я покупал. Да, вот мне сказали, что я покупаю игру. И там как бы есть вшитые изначально приколюхи начальные. Но что это? Что это вообще такое? И, кстати, у нас еще вот здесь что-то есть интересное. Здание, блочная застройка средней плотности тысяча. Здание, блочная застройка средней плотности Европа тысяча. То есть мы откроем с вами уникальные здания. Хотим, конечно, такое. Хотим. Но это попозже все будет. Слушайте, есть два очка. Хотим ли мы их куда-то влить? Я не очень понимаю. Учреждение для обслуживания дорог. Светофоры, дорожные знаки, а также придорожные украшения. Но здесь надо подумать, что мы действительно хотим. У нас тут еще что-то открылось. Аварийное убежище. Пожарная вышка. Наверное, сейчас я хочу просто строить людей. У нас минус пять с половиной тысяч. Пять с половиной тысяч денег. Минус идет. И мне говорят, что надо опять низкую плотность застройки. Ну, я не знаю, ребятки. А вы вот сюда будете селиться? Ну-ка, давайте посмотрим. Вы поднимите эту зону, так сказать, с колен наверх. И начнете здесь жить? Да вроде начинают. Будет это не очень красиво смотреться. Но с другой стороны, живут они на утесе. Мне кажется, место уважаемое. Ладно, короче, хотите селиться? Я вам не запрещаю. Давайте селиться. Я думаю, что это отличный вариант. Вот сюда вас приделать. Наверное, я хочу оставлять какие-то места. Потому что, мало ли, парковка. Вот это вот все. Надо ли мне четыре было клетки? Ну, я уже сделал четыре. Надо ли мне было или нет? Это уже история умалчивает. Деревья всегда есть. Поэтому можно приделать. Какая-то безумная потребность в коммерции. Здесь, на самом деле, магазинчиков действительно не хватает. Я с этим полностью соглашусь. И что это? Что это такое? Вот это что такое? Объясните мне, пожалуйста. Это что за зона? Я бы понимал бы. А как мне понять, что это нахрен за такая фигня? Ну, коммерция. И я не вижу. Это природный ресурс? Нет, это лес. О, у меня здесь что-то есть. О, у меня здесь руда. Блин, жалко, у меня вот здесь руда. Ну ладно, хрен с ним. Мы просто переезд делаем. Это руда же, правильно я понял? Вроде как должна была быть рудой. Где это посмотреть-то вообще? Вот она руда. Да, замечательно. Что еще у нас есть? Руда, нефть. Это у нас для того, чтобы делать фермы. А вот это что такое? А, ну это нефть. Вроде определились. Получается плодородная. Ну-ка, давай, можно вот так выключить, да? И мы точно убедимся. Да, все правильно. Это у нас руда. Замечательно. Есть нефть. Короче, есть все. В целом, можно будет как-то это использовать. Пока что, наверное, мы, конечно, не будем этим заниматься сегодня. Но я не понимаю. А что тогда вот это такое? Странная какая-то фигня. Ну-ка, если я что-то выключу, я что-то пойму. Ничего не понимаю. Вот надо посмотреть, что вот оно. Клиенты. Здесь много типа клиентов. И поэтому здесь есть смысл строить коммерцию, которая будет получать здесь доход. Логично ли я мыслю? И, кстати, я что-то про налоги совсем забыл. Да, я думаю, что на это тоже стоит обратить внимание. Ну, давайте тогда мы, если здесь у нас есть клиенты, сделаем каких-нибудь прямоугольников. Вот этот инструмент мне не нравится. То есть вот мне надо понимать, что здесь у меня вот эта вот история. Ну, давайте сделаем. Хорошо. Переулок хочу ли я сюда продлевать? Наверное, все-таки нет. Вот мне такое ощущение, что неровно стоит. Ну, ладно. Вроде игра говорила, что нормально. А вроде и нет. Ну-ка, подожди, дай-ка я проверю. Все-таки, мне кажется, 90 градусов здесь нет, судя по тому, что я вижу. Вот теперь здесь точно они есть. Ну, да, видите, я вот из-за этого смутился. Клетки действительно как-то странно встают. Не знаю, мне вообще не нравится. Но если вам хочется здесь коммерцию, то вы, друзья мои, получаете здесь коммерцию. Тем более у нас огромнейшая потребность. И давайте тогда еще поработаем с промышленностью. Потому что здесь как бы мы поняли, что есть труда. И это замечательно. Но с другой стороны, как бы у нас есть труда вот там. И нам бы хотелось бы туда поехать. Ну-ка, погоди. Я хочу здесь мост срочно. Мост срочно здесь не получится. Срочно мост вот здесь не получается. А почему я здесь не могу сделать мост? Это на самом деле печальная история. Ну ладно, давайте пока что просто добавим еще немножечко заводов. Начертив каких-нибудь зон. Ну, например, вот с этой стороны. Но, наверное, дорога все-таки тоже пригодится. Знаете, просто у меня есть такая вот сложность. Так как много вот нового, я пытаюсь понять. Ну, хотя с другой стороны, а что здесь нового-то? Все то же самое по большому счету. И тут еще и градусов. Либо так, либо так. Накосячил я, в общем. Накосячил я с квадратами. К сожалению, великому. Но это не значит, что... Это не значит, что это мы не будем строить. То есть, да, действительно, у нас разблокирована вот эта вот история. Смотрите, здесь всякое разное. Камень и курица. Ну, не знаю, насчет животноводства. А вот камешка подобывать-то можно было бы. Тем более, у нас его здесь до хрена. Дома продолжают строиться. Я вроде пока не вижу каких-то проблем. Вроде есть светофоры. Машинки останавливаются. Но машинки едут, да. То есть, в целом, все работает исправно. Наш замечательный кружочек тоже себя чувствует хорошо. Ну, пока что нету служб. Это понятное дело. Мы обязательно их завезем. Я вот не понимаю. Мне здесь надо в итоге для уникальных зданий. Тысяча клеток блочной средней застройки. Еще разочек. Блочная средняя застройка. Это вот это. Это вот это. То есть, нам нужно в этом направлении двигаться. Ну, еще напоминаю, что у нас есть вот там вот история. Блин, не хватает промышленности. Очень жестко. Но коммерция начала строиться. Наверное, по этой причине. В общем, нам нужно будет обязательно в следующей части с вами тогда организоваться по поводу полиции, пожарных, всяких служб, по поводу промышленности. И я думаю, что мы должны с вами просто обязаны поехать заниматься трудой. Мне бы очень хотелось бы верить, что это могло бы нам принести какие-то деньги. Давайте посмотрим. Содержание служб. 361 тысяча. Да, соответственно, государственные субсидии. Здесь у нас, я так понимаю, налоги. Здесь у нас плата за обслуживание. Что вот это такое? Я не очень понял, как это работает. Туда-сюда она скачет. Автоматически предоставляем мы городу субсидии в зависимости от его экономического положения. Ага. Торговля услугами. Ну, в общем, да. Налоги. Ну, налоги я могу повысить. Надо ли мне это до 11%? Ну, хоть немножечко, да? То есть, ой, 12, наверное. Пока борщить не стоит. Я думаю, что ребята могут не понять меня в моих начинаниях и начать съезжать. Но тут не сильно нам эта погода сделала. В общем, нам желательно с вами этот вопрос проработать. Здесь коммерция построилась. То есть, они себя чувствуют здесь отлично. Клиенты у них присутствуют. Парковочки мы начали потихоньку добавлять в разные места. Ну, понятно, что где-то за счет домов. Но все-таки они начали появляться. Ну, и получается план. Значит, у нас следующее. Это горная промышленность. Это, наверное, дальше какое-то развитие в этом направлении. У нас есть вот эти дома. Наверное, будем их строить. Уже на следующем уровне развития мы получаем с вами смешанная жилая зона. И смешанная мне, черт возьми, нравится. Я обязательно ее хочу попробовать. Все. На этом на сегодня завершаем. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. Не только на канал, но и на телеграм. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...